Все меняется. Этот афоризм древнегреческого мудреца Гераклита подошел к последним двум дням автопробега дорогами «Правда». На границе Удмуртии и Кировской области пришлось почти полсотни километров ехать по грунтовой дороге. Мы выбираем не только асфальтированные дороги, но и дороги, где мы можем проверить автомобиль УАЗ, родной для него стихией. Вот сейчас мы едем голухими удмуртскими лесами. Наша скорость около 60 километров в час. УАЗы ведут себя великолепно. Путешествие в отсутствие асфальтированных дорог благополучно закончилось и для машин, и для людей. И уже следующим утром можно было спокойно встретиться с кировскими коллегами. Оказывается, у них свершаются большие перемены. Совсем недавно перед ними стоял вопрос не то чтобы юбилея, а о том, как вообще дожить до своего столетия. А ныне дела газеты пошли в гору. И газета в скором времени даже сменит свою прописку. Ближайшие два месяца переехать в другое помещение – это более удобное расположение, нежели то, которое есть сейчас. То есть, надеюсь, что в сентябре или в августе еще это все-таки произойдет. Изменения в Кирове происходят не только в журналистской жизни. Касаются они вещей, которые когда-то казались незыблемыми. Ни для кого не секрет, что в большинстве городов нашей страны есть улицы, связанные с именем нашего земляка. В Кирове она находится в самом центре города. Улица Ленина, бывшая улица Николаевская, на которой в свое время было достаточно много соборов, церквей. Один из самых крупных Александровневских соборов, который, к сожалению, был взором в 30-е годы. А мы с вами находимся на месте тоже бывшего храма, Покровской церкви города Вятки, которая тоже была уничтожена, взорвана. Неизменный символ Кирова – дымковская игрушка. Фигурки из обожженной глины, покрытые яркими цветами, известны далеко за пределами России. А ведь в конце позапрошлого столетия история и традиции изготовления дымковской игрушки могли навсегда прерваться. Старанием всего одной мастерицы промысел был спасен и продолжает радовать почитателей народного искусства по сей день. Кстати, традиции дымковской игрушки продолжают строго соблюдаться. Фигурки делают исключительно вручную. Это ручная работа, но не выйдет. Нельзя как чертеж по линейке сделать. Не бывает двух одинаковых животных. Если у вас выйдет примерно одинаковый размер в росписи, все равно будут различия. Одного делаешь утром, другого делаешь вечером. Настроение разное. Когда лучше делать? Знаете, это зависит от того, кто в мастерскую приходит. Какие гости из какого города. Гости из Ульянска. Ну, значит, будет олень веселый, радужный. Задержаться надолго в Кирове нам не удалось. Ведь пока автопробег не закончится, бросать начатое дело нельзя. И это тоже незыблемое правило. Но прежде чем двинуться в последний город маршрута, мы отдали дань кировским традициям. Один из символов города Кирова – это огромная подкова, которая находится почти в самом центре города. Горожане верят в то, что она приносит удачу. И хотя мы люди не суеверные, но впереди у нас дальняя дорога. Даешь короле – остается 350 километров. И поэтому, на удачу, мы решили тоже прикоснуться к этому символу города. Данила Ноздряков, Михаил Рассашанский. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.